Сергей Федоров Критики и спортивные обозреватели отмечают, что Сергей одинаково продуктивно играл и в защите, и в нападении, что является редкостью в хоккее. В этом году знаменитый спортсмен отметит свои 48. Родился Сергей в Пскове, где впервые испытал себя на льду. В совсем юном возрасте он показывал отличные результаты, и карьера его шла неуклонно вверх. Всего в 15 лет парень впервые вышел на лед за команду «Динамо Минск», а только исполнилось 16, как успел дебютировать в ЦСКА. Пять лет хоккеист отдал этому клубу, но уже тогда перспектива работы в США манила его все сильнее. Наконец в 21-м год грянул скандал, связанный с переходом Сергея Федорова в НХЛ. Разочарованный тем, что родной клуб не ценит стараний, не предоставляет справедливого вознаграждения, и более того, не дает разрешения на трансфер. Спортсмен принял решение бежать. Свой побег хоккеист осуществил в Сиэтле, во время игр «Доброй воли», где находился вместе со своей командой. Покинув гостиницу, Федоров тайно встретился с представителем команды Детройта «Красные крылья» и заключил с ним контракт. Оторванный от родины на долгих 13 лет, Сергей, тем не менее, стал получать вполне достойный гонорар, и даже объявил забастовку. Когда оплата его труда перестала его устраивать, на целых полгода хоккеист отказался выходить на лед, и, разумеется, клуб был вынужден его притязания удовлетворить. Тяжелый, порой заносчивый нрав Федорова вполне оправдывал блистательную работу во время матчей. Российский хоккеист стал жемчужиной американского хоккея. Талант, не имеющий равных, сегодня купается в лучах славы на родной земле, вернувшись блудным сыном в 2009 году. Точка где после трех лет выступлений завершил карьеру в составе магнитогорского металлурга. О личной жизни Сергея Федорова известно немногое. Первый громкий роман, который приписывают хоккеисту, завязался с теннисисткой Анной Корниковой. Спортсмен даже утверждает, что яркая блондинка в 2001 году стала его женой. Правда, брак оказался непрочным, и уже спустя два года бывшие возлюбленные развелись. А вот она эту информацию опровергает, заявляя, что не выходила замуж за Сергея Федорова. Как бы то ни было, но и у Сергея, и у Анны дело сердечное наладились. После хоккеиста успел побывать в отношениях с суперзнаменитой звездой американского кинематографа Дженнифер Лав Хьюитт, ее не менее звездной коллегой Таррэ Ридт и многими другими звездами зарубежья. А вернувшись домой, познакомился с девушкой из Пскова, где начинал свой путь, модель Укариной. Она, его землячка, верная супруга и советчица. В ней он нашел те женские качества, которые многие годы искал. Уважение, способность создавать домашний уют и нежность. Есть информация, что хоккеист воспитывает дочь Александру, которая родилась в 2016 году, и сына. Хоккеист заявил на данный момент он намерен отдохнуть от хоккея, взяв бессрочный перерыв. По признанию Федорова, годы работы главным менеджером клуба всерьез утомили его, поэтому спортсмену просто необходимо отвлечься и посвятить время семье и детям.